Продукты разного формата здесь, то есть, конечно, есть и русские магазины, там уже ближе можно купить то, что тебе по душе. В основном, выбор магазинов здесь, в их местных, всего тоже хватает. Просто выбираешь то, что тебе нужно, более оптимальный вариант. А так, достаточно большой выбор. Что касается перекусов в кафе, здесь в основном это, конечно, фастфуды, супчики так называемые, можно брать где-то в мексиканских кафе. Ну, в принципе, Subway тоже у них есть по 2,50, такая небольшая мисочка. Ну, честно говоря, не очень. Советую, в русских магазинах кафе, они объединены. То есть, русские магазины, есть русские кафе, они объединяются, внутри 2 функции выполняют, ты тоже можешь купить продукты. Также у них внутри есть кафе, то есть, ты можешь купить готовую горячую пищу, они тебе могут, если хочешь с собой ее дать, хочешь здесь прям у них столики есть поесть. Ну, их так тоже, в принципе, несколько месторасположений у них есть. Есть южная часть, есть северная часть, Майами. Вот, цены достаточно приемлемые, там, за некоторым, за 3,5 доллара, это большая тарелка первого, то есть, достаточно большая порция. Вот, если брать в Sunny Islands, там, конечно, чуть-чуть подороже порция, не такая большая. Ну, там район сам себе такой дорогой. Вот, русские аптеки тоже есть, то есть, можно найти без проблем русские лекарства, но цены, скажу сразу, очень сильно отличаются, в плане, намного дороже, чем вы купите их в России, поэтому советую взять с собой их. Вот, то есть, например, вот, что у меня необходимо от Revin, то есть, это спрей для носа в России, он стоит в среднем 190-200 рублей, здесь он стоит, если его перевести в среднем, это, получается, 600-700 рублей. Это я вам пример, вот, хотя бы одного вида лекарства привожу. Ну, что еще, машину здесь необходимо, конечно, взять, если вы хотите устроиться на работу, перемещаться, продукты покупать, вообще здесь без машины, совсем, конечно, кисло, общественный транспорт, это вы его замучите, его ждать, и здесь я не сказал, чтобы это дешево будет передвигаться, тот же самый Railroad, вот эти, так называемые, двухэтажные поезда, где-то они, небольшое количество вагонов ходят у них, но они постоянно курсируют вдоль, как бы, всего highway, то есть, вы можете с юга на север на нем доехать, цена будет зависеть от места удаления, то есть, где вы сядете, где вы выйдете, на какой станции, от этого покупается билет, стоимость его разная, ну, допустим, например, вот у меня был такой вариант, я ехал в районе 40 минут, по-моему, у меня вышло 5,5 доллара в одну сторону, обратно, соответственно, еще 5,5, то есть, сами понимаете, в общем-то машину здесь можно найти за 500-600 вообще без проблем в месяц, то есть, это получается в среднем в районе 20 долларов, ну, чуть ниже даже можно найти свежие машины, там, 14-го, 13-го, 15-го года, вот, если прям совсем хотите свежую, там, 17-го, 16-го года брать, они в среднем где-то идут, ну, да, наверное, 700-650, это самая минимальная цена будет, вот, поэтому рекомендую сразу машину брать, ну, или, как бы, либо покупить какую-то, ну, недорогую бушную, и чтобы не платить за аренду, ездить на ней, если она вам необходима только для передвижения.